На Сумщине очень много общественных организаций, их исчисляют сотнями, но знают реально жители области всего несколько. Одна из них это общественная организация, которую возглавляете вы. Называется она Сумщина. Уже три года как она существует и расскажите, почему возникла такая необходимость ее создавать три года назад? 512 общественных организаций зарегистрировано на территории Сумской области, а легально работает 259. Каждый стремится что-то делать, но я не хочу вмешиваться и критиковать кого-то. Мы, наша организация, старается заниматься делом. Мы не стремимся критиковать сегодня власти за какие-то недостатки. Хотя, если надо, мы подсказываем, что так и так, а тут вы и не правы. Что касается, как она организовалась. Трех года назад собрались руководители организаций некоторые и говорили, давай создадим такую организацию, которая будет оказывать помощь людям. Им помогать и власти, и населению, которое иногда обращается и туда, и туда, и туда, а толку никакому. И вот создали организацию. На сегодняшний день насчитывается около тысячи членов Сумщин. А начинали? Начинались немного. Исполнительный совет, те, которые сидели тогда и сказали, давай будем создавать, вот то и вошли в исполнительный совет. А вообще, следует, наверное, сказать, кто же у нас присутствует из таких людей, которые знаковые, да? Ну, не могу начать с того, что почетный громадянин, гражданин города Сум, Анатолий Александрович Епифанов. Заместитель главы областного совета Толбатов Валерий Николаевич. Начальник почты, телеграфа нашего, директор, это Крыштопа Владимир Николаевич. Так. Ну, если еще так назвать, мы во всех сферах старались, чтобы наше было влияние. Это Горох Владимирович, Ваврач областной больницы, Петренко пятой больницы. Много-много других людей, которые сегодня небезразличны к судьбе области и возглавляют такие коллективы, которые сегодня влияют на атмосферу, можно, если так сказать, в области. Очень много студентов с аграрного университета. Люди идут, молодые, интересуются. Вот, говорит, я задаю вопрос, а чего вы в партию не вступаете? Возраст такой, что можно вступать. А вот как-то не совсем, говорят, верим в партии. Как-то уже партии, этот, ну, критикуют друг на друга, вот оппозиция, на ту партию. Ну, между собой вот эта драчка постоянно, она уже, наверное, надоела всем. Поэтому люди больше внимания сейчас уделяют и интересуются работой общественных организаций. Среди членов Сумщины есть депутаты областного совета, депутаты городского совета, которые немаловажную роль играют в том, чтобы оказывать помощь Сумщинам. Ну, вот люди обращаются по разным вопросам, и мы, благодаря депутатам областного совета, тоже стараемся решать эти вопросы. Ну, это представители абсолютно разных партий, фракций. У нас в Сумщину могут вступать все, члены любой партии. Регионы, Батьковщина, ну, и все, сколько их у нас, больше 140 партий, у нас числится 8, все могут быть членами Сумщины. Но только те люди, которые пользуются доверием, и которые понимают и воспринимают уставу партии и нашу программу. Если говорить вот конкретно, то, ну, вот на каких-то элементарных, конкретных примерах, то есть человеку нужна какая-то помощь, да, и он не хочет идти в партию, потому что не верит, не знает, и он приходит к вам, у него какая-то проблема там. Как это вот на деле получается? Ну, вот я работал же долгое время в Путинском районе, и оттуда ко мне по привычке так много обращение. А вот приведу такой пример. У нас есть вот депутаты областного совета, такой как Фетченко Виктор, этот, вот, он участвовал в программе, пыт на вода такая, это областная программа. К нему обратились люди, вернее, к нам, к Сумщину, обратились люди, чтобы по этой программе в Путинском районе, здесь такое село Руднево, родина комиссара, и там вот это, есть жерела, которые надо бы их возродить, ну, создать условия и спасти вот эти родники. До этого Фетченко Викторовна пошли обращения. Он, как депутат областного совета, поставил этот вопрос на комиссии, поставил у нас на сессии, и выделили уже туда, в село Руднево, 60 тысяч денег, и уже проводится работа по этой программе. То есть, это конкретный такой вклад, тоже к нему по СБУД, и он активный, как депутат по СБУДскому району, тоже к нему были многие обращения. Но, если брать по депутатам и членам Сумщины, есть у нас такой депутат Кудин, к нему обращается много по Кудину Александру, по строительству, по ремонту детских садиков, школ, там, домов культуры. У него есть организация, и он работает в этом направлении, выезжает, и много благодарностей идет уже из сел, с той же Баромли, из того, что из Буринского района и так далее, много таких вот вопросов, которые он порешал. Нам скажу, есть в этом, в Ахтырском районе населенный пункт Куземин, так? Село Куземин. Вот многие люди не знают, что есть такой населенный пункт. А на самом деле, это был когда-то город. И в этом селе Куземин стояла казацкая сотня. Куземинская казацкая сотня. И это был когда-то порт, там же река Ворска, очень красивый населенный пункт. Река Ворска. Порт, мельница, реальное училище там было. И стояла Куземинская казацкая сотня. Она защищала от набегов, от поляков, от шведов. Там же Укреп, район есть, серьезный. Я думаю, что надо поехать посмотреть, потому что это очень интересно. Вот оттуда пошли обращения в Сумчин. Говорят, ну давайте увековечим эту Куземинскую казацкую сотню. Ну давайте. Собрались мы здесь исполнительным нашим советом и говорят, давай поедем. Разработали проект. И на сегодняшний день памятный знак Куземинской казацкой сотни стоит в селе Куземин в центре села, где написано «Слава казакам Куземинской сотни 1649-1786 год». В Сумах есть музей Янацкого. Так вот, по инициативе Сумщины в прошлом году была приобретена из семейного архива семьи, из архива Никонура-Нардского. Ну, реликвия, можно сказать. 350 единиц оригиналов документов, семейных фото, другие документы и так далее. Некоторые из них, работники, когда увидели, они очень, конечно, обрадовались. Они увидели это впервые и не знали, что есть такое дело. И среди документов, что ценный, оригинал того, что здесь его к смертной казни приговорили, и реабилитировали потом. Так вот это тоже, я считаю, что для Сумщины, ну, не только жилищно-коммунальный вопрос, а и такой вопрос, люди же узнали, кто это за человек, и узнали, и увидели вот такие интереснейшие документы. А как, кстати, возникла мысль назвать организацию на Сумщине? Мы живем здесь, наверное, на Сумщине. И это созвучие, и Сумы, и Сумщина, и организация, это как-то единый целый, единый такой, ну, комплекс. Я думаю, что оно удачное такое название. Ну, вот я же сказал в начале, что у нас вот примерно тысячу обращений письменных и устных. Разных. То по благоустройству, разные вопросы, жилищно-коммунального направления и так дальше. Вот улица Советская, села Рутня, Путинского района, обратились построить дорогу. Ну, направление было в селе, а дороги не было. Включились в эту работу, попросили местной власти, взяли так вот под контроль, и в этом году эта дорога сделана. Сейчас занимаемся газификацией этого, ну, не населенного пункта, а этой улицы. И таких вот заявление, сейчас вот лежит тут до мэра нашего города, так, по газификации, опять же, направлен сейчас на этот ВОПГАЗ, тоже по этим вопросам. Ну, то есть мы занимаемся конкретно, просим, не всегда у нас получается, но где личный контакт, где через администрацию, через руководителей. Ну, вы фактически очень сильно помогаете власти, потому как берете на себя часть проблем, которые они могли решить. мы это. Вот вы правильно сказали, в тандеме, потому что нельзя сказать, что мы там сильно там помогаем, но мы во всяком случае ставим такие вопросы перед ними, и они же не просто какие-то надуманные, и власть согласна с тем, что надо помогать, и власть же не против, чтобы газифицировать тот населенный пункт или какой-то улиц. И вот такой пример обращаются люди вот по женщине обратилась детинку надо лечить. Наши врачи отказались, надо было помочь выехать на лечение за границу. Взяли за это дело, обратились те инстанции, которые могут повлиять на это все дело, и сегодня это Луценко Вера Ивановна, она сегодня уже за границей лечит своего ребеночка. Я считаю, что это... Уже только ради этого можно было создавать организацию, правда? Я вам скажу, когда я увидел этого мальчика, который еле-еле передвигался, две эти нападки, то ради этого может быть и надо жить. Если даже один раз помог человеку в такой тяжелейшей ситуации, то это правда. Вот я думаю, что оттуда эта уже семья приедет более счастлива, чем ехала туда. Вы говорите, что около тысячи обращений. А сколько удается решить? Ну, мы не оставляем без внимания ни одного заявления. Нам все вопросы мы обращаем, устно приходят. Притом, у нас не мать, мы не записываем так, что прием граждан стакуют, то по таку. С 10 часов каждый день вот тут я бываю здесь на рабочем месте и люди приходят без запись, приходят и говорят то-то-то-то-то. Записали на прием. Если такой вопрос, что требует подключения министерства здравоохранения или кому-то, значит, они оставляют письма. Тогда к этому письму я пишу. Я какой-то такой-то голова громадской организации Сумчина прошу оказать помощь такому-то, такому-то. И ответы приходят положительные, как правило. А кто ваши самые верные партнеры, кто вам помогает? Может быть, еще какие-то общественные организации или партии, кто действительно часто вам помогает в решении вопроса? Или чаще всего это все-таки власть? С общественными организациями я со всеми поддерживаю нормальные взаимоотношения у нас? Со всеми. Единственное, я не сторонник критиканства. Ну, давайте так вот, некоторым нравится, некоторым не нравится наша глава администрации Юрий Павлович Мир. Некоторым не нравится Минаев, как мэр города. На протяжении вот этих последних лет двадцати вот у нас было же много губернаторов. Вы всех помните, вот если вот так сейчас прийти? Кто? Не всех, скажу вам честно. Не всех, и я их не всех помню, а, ну, еще личность и так, если поговорить, да, помню. А конкретно что сделал в области, будучи губернатором, то-то-то-то, ну, кроме Епифанова, я вот, не могу припомнить, я их же было уже на протяжении двадцати лет очень много. То Чмир Юрий Павлович, смотрите, обратил внимание на здравоохранение и диагностический центр, и больница в Шостке, и больница в Конотопе, и больница в Ахтырке. Это серьезно. Раньше ездили мы в Харьков, в Полтаву, чтобы диагностику человека сделать, и сейчас ездят. Все-таки у нас есть уже свой очаг, где мы можем уже своих людей почем. Это его заслуга, ему. А детям сколько уделяться внимания, спорт, барс, это нормально. А арт-училище, которое стало на ноги, уже узаконено, никто ее теперь не уберет. А если бы его не было, ну были бы уже там со стенами пундаменты разобраны, так? Это его заслуга. Но его и его команда. Я же не говорю, что он там такой, да? о театре, о тюрзне. Это при этой ситуации, когда разрушены предприятия после Советского Союза. Еще вот находить вот такие рычаги и что там делать, ему надо сказать спасибо, Юрий Павлович, каждый день. Или поминаем. Ну, вот давайте за этот, будем клевать, минная мне такое, не такое. Ну, сегодня, вы же так послушайте, города некоторые, там обвал, там авария, без горячей воды, там без воды, без горячей, без холодной. У нас, слава Богу, ну, благодаря не только ему, а его команде, но он же ее подобрал, он же ее держит. Благодаря депутатскому корпусу и городскому, и областному, у нас все равно нормальная ситуация. Пока, дай Бог, чтобы оно так и было. Вы сказали, когда упоминали губернатора, сказали о Анатолии Александровича Епифанове. Ну, человек достаточно очень опытный, скажем честно, да, и многие называют его своим учителем. Вам помогает больше советом или больше делом? Епифанов, это Анатолий Александрович, это такая личность, он не может помогать только одним или советом, он и советом, и делом помогает. С ним достаточно пообщаться, непродолжительный промежуток времени, и с него сколько наберешься опыта, только надо это воспринимать и правильно понимать. Он всегда посоветует, как выходить с такой ситуацией. Он, когда рассматриваем вопросы, иногда же, ну, как рассматриваем, когда сидим, советуемся, что же он в области как бы лучше было, он видит перспективу, он видит программу, ее же тоже не всегда можно осуществить, потому что, ну, сложно себе, такой, этот, сейчас, критическая такая ситуация, не только же у нас в области, а и по всей стране. А вы согласны с мнением, что авторитет общественной организации «Сумщина» это во многом авторитет Ивана Ивановича Сибиренко? Нет, я думаю, что это будет неправильно, потому что авторитет, вот, именно благодаря тому, что вот в «Сумщины» уходят такие люди, как я их уже назвал. Это же мне только назвал там 5-6 человек, а если перечислить... тех, кто на фланге на ферме, да? Ну, я вам скажу, что у нас, это, мы ведем картотеку, вот, это за небольшой промежуток времени, вот, так, вот это, вот, это, такая картотека, вот, попался «Голод» сирен, охранная фирма, ну, сегодня очень много людям помогает и по труду ресурсам. Для меня самый, этот, тяжелый вопрос вот здесь, например, это когда люди приходят, особенно молодые, и говорят «Помогите трудоустроиться». Вот это. Ну, тоже стараемся благодаря тому, что знаешь, там, руководители ведомств, организаций, вот, туда обращаешься «Помоги, возьми, возьми на стажировку, возьми там, там». Поэтому, вот это самый сложный вопрос. Когда приходит молодой человек, молодая женщина. С образованием, да? С образованием, закончил груз, все, и не может найти работу. А если сравнить вот ваша деятельность, все-таки, вся ваша жизнь, во многом, это политика, это столица, это регионы, где вы занимались глобальными, большими вопросами, серьезными, сейчас у вас общественная организация. Вроде бы, с другой стороны вы теперь смотрите, с противоположной. Как вам на этом кресле? Вы знаете, я, вот, даже те ростки, те небольшие вот такие вот вопросы, которые я, благодаря мне и нашей организации, мы решаем, я считаю, что это уже не зря мы ходим сюда на работу, не зря мы здесь встречаемся в этой организации. Потому что, если даже одному человеку оказал помощь, и тот же, значит, сегодня день прожил не зря, так, а если два, три оказал помощь, то тем более, что мне не зря прожил. Ваш опыт колоссальный вам помогает? А я же, конечно, случайно. Ну, если я начинал свою трудовую деятельность, я же закончил сначала техническое училище номер два, и работал на сахарном заводе, а потом вот из рабочего вот так шел, 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 по партийной линии, потом по общественной, это работа с людьми, она сразу так не дается. Получается, у вас сеть, да, то есть, есть свои представители в каждом регионе, которые могут вам там позвонить, сказать, у нас какая-то проблема, да, помогите, то есть, есть члены общества, которые по всей Сумщине, правильно? Ну, вот, смотрите, есть председатели сельских советов, члены партии, вернее, партии, организации нашей Сумщины, вот, допустим, в Путивле, здесь села Руднева, Кадурин Петровный, вот он, вот такой, что он не дает, этот, дремнуть, да, каждый день почти звонит, говорит, Иваныч, помоги то-то, помоги то-то, Таджиаз, там, асфальтированная, там, дороги, там, помощь какая-то, Белопольский район, Тучне, тоже ставят вопросы, ну, и так по Актыркам, Куземина, там, ну, в каждом районе у нас есть организация, вообще, руководители, членов Сумщина, есть почти в каждом районе, мы сейчас стараемся вот эту сеть, структуру, усовершенствовать, чтобы она была, и, ну, в конечном счете, я думаю, что здесь можно сказать, здесь одна из таких важных задач, на перспективу, будут же выборы, все равно, и как бы там ни было, от хозяйственных этих вопросов, надо же до политических, как-то подходить, и надо, чтобы наша фракция Сумщина, была в каждом районном совете, и в каждом сельском совете. Чтобы можно было реально решать... Это, да, это не бредовая ситуация, это, можно это решить, потому что людям надо рассказывать, что вот есть такой Иванов, Петров, у вас на территории сельского совета, вот он активный, вот вы проголосуете за него, чтобы он был в районе Ирана, он будет вам помогать, потому что он контактный, он может выйти на связи, и так дальше, и так дальше. И вот таких людей уже сегодня надо подбирать. И мы этими и занимаемся. Что бы мы хотели сейчас сказать, или пожелать жителям Сумщины, которые достаточно непростое время живут сейчас, во время перемен, да, сложное время? от нашей общественной организации Сумщина пожелали бы такой, чтобы в каждой семье Сумщин были здоровые, и, ну, благополучные и жили нормально, и жили нормально, каждая семья. чтобы каждый коллектив добивался того, чтобы каждый район и каждый город, там есть руководитель, вот они тоже, общество, приняло решение, чтобы они добились. чтобы наша область была среди областей в одной из случаев. И вот все это было бы в каждой области. И таким образом Украина наша была бы процветающей страной. Так оно и будет. Только к этому идти надо очень долго, серьезно. Но о том, что так будет, я уверен. Если, может быть, это же не завтра, ну, послезавтра это точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова